Наша тема на сегодня — семь ключей для победы над искушением. Что такое искушение? Это страстное желание или тяга к тому, что запрещено. Запрещено законом, либо внутренним, то есть моральным законом, или законом религиозным. Что говорит Библия об искушениях? Многое дано нам, чтобы мы могли быть готовы к искушениям и одержать над ними победу. Во-первых, Библия говорит, что рано или поздно все люди будут искушаемы, все люди подвергаются искушениям. Даже Иисус был искушен во всем, но Он единственный, кто никогда не согрешил. Он никогда не нарушал Божьи законы. Затем написано, что искушение еще не является грехом, но оно может привести ко греху. В послании Иакова, 1 главе, 14 и 15 стихах написано, что каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Мы можем вовремя реагировать, но если мы продолжаем идти на поводу у искушения, мы можем впасть в грех и нарушить наши отношения с Богом. Еще написано, что Бог нам всегда помогает во время искушения. В 1 послании к Коринфянам, 10 главе, 13 стихе написано, что все искушаются, но верный Бог не позволит нам быть искушаемыми сверх сил. Он дает способ выдержать искушение и выйти из него. Также написано, что искушение — это проверка, это экзамен. Это то, что нам позволяет меняться в совершенный образ, то есть стать более подобными Иисусу Христу. Давайте теперь посмотрим 7 ключей, которые нам помогут преодолеть искушение и одержать над ним победу. Во-первых, не нужно без необходимости подвергаться искушению. Мы молимся «Господь, избавь нас от лукавого, не веди нас во искушение». Если мы молимся этими словами, из молитвы «Отче наш», мы не должны сами без необходимости подвергаться искушению. Итак, нужно держаться от искушения подальше. Кстати, именно так звучит наш второй ключ. Нам нужно бежать от искушения. Нам нужно радикально относиться к искушению. Иисус сказал об этом много раз. Он сказал, если глаз твой искушает тебя, если рука твоя является предметом искушения, который может заставить тебя терять спасение, то лучше вырвать глаз или руку. Необходимо радикальное действие. Необходимо, чтобы было расстояние между тобой и искушением. Чтобы ты не впал в самую большую ловушку, то есть в нарушение общения с Богом, или в грех, который отделяет нас от Бога. Итак, бегите от искушения. Не оставайтесь на месте искушения. Покиньте это место. Однажды я общался с молодым человеком, который боролся с порнографией. Я сказал ему, не сиди перед компьютером. Нужно блокировать эти сайты и также не оставаться на том месте, где ты так легко впадаешь в искушение. Покинь это место. Иди, займись спортом. Но в любом случае не оставайся на месте искушения. Поставь расстояние между собой и местом искушения или местом падения. Иосиф понимал этот принцип. Он с самого начала имел ясную позицию относительно греха. Он ставил для себя ясные границы, которые он не переходил из страха согрешить перед Господом. Если искушение не оставляет тебя, тогда ты покинь место искушения. В-третьих, нужно покориться Богу. В послании Иакова 4 главе 7 стихе написано «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас». Вы не можете противостоять силе, за которой стоит дьявол и искушение, если вы сначала не покоряетесь Господу. Примите твердое решение всецело покориться Господу для того, чтобы вам находиться под защитой. Покорение равно защита. В-четвертых, нужно быть дисциплинированным. Посмотрим послание Иакова 4 главу 8 стих. Иаков, апостол, который всегда давал ясные и практические инструкции. Написано «Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные». Опять же, нам нужно быть радикальными. Нужно быть полными решимости. Не нужно играть или заигрывать с искушением. Ну а я возвращаюсь к примеру Иосифа. Он был человеком, который как раз исправлял сердце. Он был дисциплинированным. Подчинитесь этой дисциплине. Подчините тело, сердце и душу дисциплине для того, чтобы выдержать, когда искушение приблизится к вам. Когда Иосиф столкнулся с искушением совершить прелюбодеяние с женой Патифара, которая взяла его за руку, он убежал и даже оставил верхнюю одежду. Хочу задать вопрос. Кто был бы готов расплатиться двумя годами заключения за то, чтобы отказаться от искушения? Мы можем поразмыслить над этим вопросом. Да, противостоять искушению может нам чего-то стоить. Сказать «нет дьяволу» может иметь цену. Однако очень важно занять ясную позицию до того, как приходит искушение. Нужно заранее ставить четкие границы. Очень важно сохранить правильную дисциплину. В борьбе с искушениями очень многим помогает осознать последствия отсутствия дисциплины. Я мог бы рассказать много историй о том, как люди ради нескольких мгновений греха уничтожили многолетние старания, уничтожили свои финансы, свою семейную жизнь. Задумайтесь о последствиях, прежде чем позволить себе поддаться искушению. В-пятых, молитесь, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Нам нужно молиться. Шестой ключ — молиться вместе. Иисус пережил чрезвычайное искушение в Гефсиманском саду. Для того, чтобы выдержать это время искушения, он попросил своих троих учеников Петра, Иакова и Иоанна поддержать его в молитве. Однако ученики были уставшими, они были не способны участвовать в духовной борьбе, которая происходила в этот момент. Тем не менее, Иисус нуждался в них. Он не хотел быть наедине. Он попросил их помолиться вместе с ним. В искушении не оставайтесь наедине. Обратитесь к кому-то, позвоните кому-то, попросите поддержки друга в молитве. Седьмой и последний пункт — «Ходите по духу». Написано так. «Ходите по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти». Так говорит апостол Павел в послании к Галатам, пятой главе. Тяга к искушению может быть очень сильной. Однако в завершении хочу сказать, что сила притяжения Духа Святого в вашем сердце может быть намного сильнее любого искушения. Дайте место Духу Святому. Позвольте Ему притягивать вас в свое присутствие, и у вас будут ресурсы, сила, и вы получите благодать и благословение, чтобы выдержать любое искушение. Так что «Ходите по духу». Надеюсь, что эти семь ключей для победы над искушением вам помогли. Только если вы будете соблюдать их беспрекословно, будете избегать всякого искушения, будете советоваться с мудрыми людьми и будете читать Библию постоянно, вас ожидает успех. А я жду вас на следующей нашей передаче. Редактор субтитров А.Семкин